Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Игорь Князев, и я очень благодарен епископу Альберту Радкину и его YouTube-каналу «Взгляд с небесной» за приглашение делать еженедельный обзор важных мировых событий. Я не знаю, получится ли у нас обзирать или обазаривать эти новости, а может быть даже обазаривать. Посмотрим, как пойдет. И делаем мы это лишь с одной целью, чтобы занятые своей текущей работой и служением христиане имели возможность отвлечься на 10-15 минут раз в неделю, чтобы в коротком обзоре узнать о самых важных мировых событиях. И таковые на сегодня следующие. Первая тема. Соединенные Штаты Америки вышли из договора по открытому небу. Этот договор был подписан Соединенными Штатами с Россией в 1992 году. Казалось бы, при чем тут Китай? Привыкайте, граждане. Теперь все новости, касающиеся международной политики, связанной с Россией, так или иначе имеют отношение к Китаю. Напомню, что примерно 10-15 лет назад политическое руководство России приняло решение о переориентации приоритета своих международных отношений с Европейского Союза и США на Китай и страны Азии. И вот теперь мы с вами получаем результаты этого глобального, в кавычках, поворота. Итак, одним из условий продления договора по открытому небу Соединенные Штаты выставляют присоединение Китая к этому договору, всячески давая понять России, что она должна в этом отношении повлиять на Китай и усадить его за стол переговоров. Чего Россия, конечно же, сделать не может, поскольку давным-давно утратила не то, что статус младшего брата, и утратила статус даже хоть сколько-нибудь влияющей на Китай страны. На сегодня мы видим, что Россия является, ну, таким рядовым участником в далеком китайском обозе всех политических процессов. И из этого обоза время от времени пытается грозить США. При каждой попытке, кстати, она получает очень жесткий окрик и одергивание, которое исходит, как ни странно, не из Вашингтона, а из Пекина. Он меня боится. Меня тоже. Пекин не согласен с тем, чтобы Россия грозила им Китаю. Таким образом, все практически, о чем мы сегодня говорим в крупных международных политических процессах, связано с противостоянием Китая и США и ролью и участие России в ней. Кстати, напомню вам, что всего лишь несколько недель назад Китай очень выгодно закупился огромным объемом российской нефти. Как вы думаете, по какой цене? Цена на нефть составила минус 8 долларов за баррель. Мы с вами, налогоплательщики и граждане России, заплатили китайским предпринимателям по 8 долларов за каждый полученный из России баррель нефти. Вот такая экономическая политика. О каком влиянии здесь можно говорить? Далее мы с вами вновь остаемся в Соединенных Штатах и прокомментируем сегодняшнюю новость о заявлении президента Трампа о разрыве взаимоотношений со Всемирной Организацией Здравоохранения. Мы говорили об этой теме в одном из предыдущих выпусков, прогнозируя, что такое решение президент Трамп примет. Вот сегодня мы его получили. Пока это еще не юридически оформленный шаг, лишь заявление, но уверен, что и до заявления, до юридических шагов дойдет. Это не случайное событие. В этом событии мы с вами видим, как созданные в середине 20 века международные организации окончательно утрачивают свой статус и влияние. Не реформировавшись своевременно, не подстроившись под реалии изменившегося мира, такие организации, как ВОЗ, да что там говорить, и сама Организация Объединенных Наций, все чаще демонстрируют нам свою бесполезность и неспособность хоть как-то влиять на мировые процессы. Мир давно другой, он не разделен между социалистическим и капиталистическим лагерем. Он не разделен на противостояние Советского Союза и США. А все эти организации были созданы именно в этой логике и решали проблему предотвращения ядерной войны и крупных конфликтов, вопросы сотрудничества именно в условиях противостояния вот этих двух держав. Его нет уже более 30 лет, а организации продолжают делать вид, что ничего как будто бы не произошло. И уже в ближайшее время мы с вами увидим, как очень многие международные организации де-факто прекратят свое существование. Но обратите внимание, за все время пандемии коронавируса мы с вами ничего не услышали, чтобы было внятно восказано или сделано Организация Объединенных Наций. Так, пара пустяковых комментариев, которые никак не повлияли ни на ситуацию, ни на оценку событий. Ну и для завершения внешнеполитического блока, просто эпическая новость, это сегодняшнее заявление Госдепартамента США. Фабула события следующая. На острове Мальта было арестовано судно с грузом фальшивых денег. Фальшивые деньги были напечатаны на фабрике «Гознак Россия», о чем имеют соответствующие документы, и предназначались для введения в оборот на территории государства Ливия, помимо Национального банка. Госдеп США выпустил большое заявление о том, что миллиард фальшивых денег, изготовленных в России, изъят, и я думаю, что России нужно готовиться к новому пакету очень серьезных международных санкций. Заявление очень жесткое, оно опубликовано, и там содержится прямое утверждение о том, что вмешательство России в дела Ливии и ситуации в Ливии дестабилизирует ситуацию на всем Ближнем Востоке. Посмотрим, как будет дальше. Итак, от новостей мира перейдем к новостям нашего дорогого Отечества. Бросил ручку. Этими словами начинались почти все новости внутрироссийской политики этой недели. Эта новость вошла в топ Яндекса и в топ всех поисковиков. Позвольте, я из газеты. Что случилось? Пишите. Попал под лошадь. Речь идет о том, что во время совещания по проблемам коронавируса президент Путин как-то то ли бросил, то ли быстро положил ручку, как уверяют эксперты, ту самую ручку, которую в 2011 году ему вернул Дерипаска после подписания документов. Вряд ли мы что-то полезное в этой ситуации найдем. А лучше поговорим о другом. Что близко к этому же совещанию, где он бросил ручку, нам сообщили очень важную новость. О том, что 24 июня состоится военный парад. По традиции, уже вошедшей в привычку или по привычке ставшей традицией, этот день объявили нерабочим оплачиваемым выходным днем. Ну, за который, как всегда, заплатим мы с вами налогоплательщики. Но традиция устоялась. Я думаю, что таких нерабочих недель, месяцев и дней у нас будет все больше. Действительно. Чего делать на работе, когда в стране с утра до вечера праздник. Так вот, этот замечательный парад, который состоится, вне всякого сомнения, поставил власти Москвы Сергея Собянина, как председателя штаба по борьбе с коронавирусом, в очень сложную ситуацию. Вся логика событий говорит о том, что после этого решения все ограничения в Москве на передвижение граждан должны быть отменены. То есть тот домашний арест, под которым находятся жители Москвы уже два месяца, должен был быть снят. Но этого не происходит, наоборот, происходит ужесточение требований. Это основное правило Собянина, выработанное тоже последние два месяца. Оно звучит так. Ужесточая – ослабляй. Каждое ужесточение мер выходит по заголовкам «ослабление мер». Сейчас мы с вами наблюдали, как в обязательном порядке было гражданам предписано носить маски и перчатки. Установлен прогулочный режим для каждого дома отдельно. Все это было названо «ослаблением карантинного режима». Почему же власть так панически боится этот самый режим ослаблять? И где вот эта тихотомия между ослаблением и парадом? Она заключается, дорогие мои друзья, в социологии. По всем независимым социологическим опросам радикализация настроений политических у населения растет очень быстрыми темпами. Все больше и больше людей готовы выходить на митинги. Все больше и больше людей не устраивает ситуация в стране. И невиданное дело – рейтинг президента Путина обрушился до 27%. Все это вызвало, как и следует, заявление Российского Министерства иностранных дел в адрес всяких клевещущих зарубежных голосов. Но смысл здесь следующий. Поясню. В социологии существуют разные методы опроса. И во многих вопросах грамотный социолог может легко зашифровать ответ. Он может этого и не делать, но есть так называемые закрытые вопросы, либо вопросы с уже вариантами ответов. Например, если спросить человека, в целом вы одобряете деятельность Владимира Путина, то примерно 50% ответят «да». А вот если спросить у человека, довольны ли вы ситуацией в стране, то 70% ответят «нет». Социология – тонкая наука. И от того, как ты спрашиваешь, во многом зависит то, как тебе отвечать. Если спрашивать о том, кто из государственных политиков наиболее полезен на своем посту, то впереди будет Владимир Путин. А если спросить, с кем из политиков вы связываете нормализацию ситуации в стране, то таковым назовут Владимира Путина «меньше третьих». И вот эти результаты опросов ставят власть в такое очень жесткое противоречие, когда отмена ограничительных мер неизбежно приведет к массовым мероприятиям, митингам, собраниям. А каковы настроения граждан после двух месяцев домашнего ареста, московская мэрия знает не хуже нас с вами. Поэтому, дорогие граждане, готовьтесь носить маски еще долго, потому что если вам их разрешить снять, вы тут же пойдете на митинг. А этого московская мэрия категорически не хочет. Прикрывается это все, как всегда, рассуждениями о заботе о нас, неразумных, чтобы мы не выбежали на улицы, не начали друг другом целоваться и не перезаражались. Ну, это, в общем-то, для российской власти обычное дело. Все, что она делает, она всегда объясняет заботой о ее неразумных гражданах, о глупых подданных, которым, если вот все не запретить, они тут такого натворят, что не дай бог. Под шумок президент Путин подписал сегодня национальную стратегию противодействия терроризму, где пикеты приравнены к терактам, где чтение иностранных СМИ по сути приравнено к измене Родине и где критика чиновников приравнена уже де-факто к покушению на их жизнь и здоровье. Все это, конечно, тоже власть делает исключительно для нас, чтобы мы вот жили спокойно и не волнуюсь о том, что на нашу власть никто и никогда не покусит. А тем временем ситуация в стране развивается не только в политическом русле, но и в русле экономическом. И экономические события и процессы, которые происходят сейчас в России, не менее важны, чем политические. Я не буду передавать цифры многочисленных экономических анализов и экспертиз, которые публикуются в последние дни на этой неделе. Скажу лишь общую оценку. Падение ВВП официально уже в России за апрель составляет 12%. Это огромная цифра. Это говорит о том, что каждый десятый гражданин стал жить намного-много-много хуже. В реалиях эта цифра еще выше. Уже государственные органы констатируют факт огромного падения экономики. Причем для нас очень важная ситуация не в точке, не в моменте сегодняшнем, а в перспективе. Так вот, на все ближайшие месяцы экономисты дают исключительно отрицательный прогноз по ситуации в российской экономике. А в ситуации, связанной с действием международных санкций против России и санкций России против себя самой. Я напомню, что самые жестокие и вредящие экономики санкции Россия приняла сама против себя, запретив ввоз товаров и сотрудничество с иностранными фирмами. В совокупности все это формирует нам к осени очень-очень неприятную ситуацию. Да более того, цены на нефть и газ, как вы видите, практически опустошают российский бюджет. И всех финансовых запасов, как оказывается, нам едва-едва хватит на год, да и то, если расходовать экономно. А тут еще счетная палата порадовала нас официальным, замечу, заявлением. Очень важно, я подчеркну, что это не происки оппозиции и не канал каких-то там оклевещущих оппозиционеров. А счетная палата, государственный орган в ходе официальной публикации рассказала нам о том, что значительная доля нефтегазовых запасов России, публикуемая и декларируемая как наше народное достояние, является не более чем фейком. И довела до нас следующие цифры, что всех запасов нефти и газа у нас в стране не так-то много. Например, запасов нефти едва-едва хватит на 35 лет. При этом 65% этих запасов являются трудноизвлекаемыми. Невозможно даже сейчас сказать вообще до них, добурится ли российский бур. А вот без этих трудноизвлекаемых запасов, всех запасов нефти у нас едва лишь на 20 лет. При нынешних темпах добычи не самых активных. И это, кстати, отвечает на многие вопросы, потому что все действия, которые предпринимает российская власть и вся ее политика, она охватывает горизонт примерно на 20 лет. Это вот то правило, когда после нас хоть поток. На 20 лет нефти хватит, как-то проживем, а там нас не будет и пусть сами разбираются. Каждый год, сообщила нам счетная палата, списывается с баланса примерно один годовой объем нефти. Вот сколько добывается нефти, столько же списывается из числа фейковых запасов, которые по результатам нефтегазоразведки внесены в баланс, но при начале добычи выяснилось, что там никаких запасов нет. И таким образом за период с 2015 года было списано 5 годовых объемов нефти, 2,3 миллиарда тонн. И еще было списано 6 триллионов кубометров газа за этот же период, 9 годовых объемов. Так ведь кражи не будет. Все уже украдено до нас. То есть таким образом мы с вами видим, что, как говорилось в одном известном фильме, все уже украдено до нас. И Игорь Иванович Сечин наверняка знает, что он будет делать в следующие 20 лет. Ну и строит свои планы, как прожить последующие 20 лет. А как будем с вами жить мы? Посмотрим, время покажет. Дорогие друзья, это лишь короткий беглый обзор тестовой версии обзора политических событий за неделю. Закончу я его трагическим сообщениям и комментариям. Вчера и позавчера скончалось два очень важных для России человека. Первый это игумен Иннокентий Павлов, богослов и известный ученый, христианин. Христианин, который был своим для всех. Отца Иннокентия любили и православные, и католики, и лютеране, протестанты. В гостях у него побывал весь религиозный мир России. Со всеми отец Иннокентий был добр, приветлив, открыт. И мои личные впечатления от знакомства, общения и встречи с ним самые-самые яркие и доброжелательные. Все мы глубоко скорбим об уходе отца Иннокентия и царствия ему небесных. Вторым человеком стал Сергей Махнаткин, вот судьба которого показывает всю бесчеловечность и бездушность российской государственной системы. Человек, который в 2011 году проходил где-то рядом с митингом, оказался втянутым в эту совершенно изуверскую, калечащую из жизни систему маховиков государства, этими маховиками был перемолот, искалечен и уничтожен. Умер он уже на свободе, в больнице, от травм и истязаний, которые совершали над ним в тюрьме. Помянем братьев Иннокентия и Сергея молитвами, и, надеюсь, увидимся с ними в Царстве и Небесном. Дорогие друзья, в следующий раз мы увидимся с вами через неделю. Это будут уже другие события и другой обзор. А я надеюсь, что наша работа будет вам интересна и доставит вам несколько приятных минут. Храни вас Бог. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok